Довольно часто, и это особенно касается новичков, не хочется валять образцы. Но как же изучить материал, не попробовав что-то сделать руками? Поэтому я хочу показать вам, как можно сделать полезные образцы. Собственно, небольшой наборчик аккуратненьких, кругленьких подставочек под чашки. Кстати, такие подставочки, они могут быть прекрасным сувениром, подарочком, ну или даже весьма продаваемой вещью. Вот такие, вот смотрите, кругленькие, очаровательные, с флисом, с аккуратненькой изнаночкой. Они необычные, в зависимости от вида применяемых материалов, они могут быть разных цветов. Они пластичные, они будут белить стол от горячего, то есть, ну, в общем, такая полезная штучка, да? И причем можно делать сразу набор таких полезных штучек, но я покажу вам, как это делается на примере одной. То есть, вот можно использовать два вида цветной пляжи, и тогда они будут более яркие, контрастные. Что нам надо? Для образца нам нужен кусочек шелка. Ну, в данном случае у меня прямо это огрызочек какой-то, да? Он 25 на 25 сантиметров. Несколько кудряшек, которые, может быть, остались у вас от других проектов. И нитки, ровница, может быть, фактурная какая-то пляжа, обычный набор инструментов. Сетка, ось, мыло, шлифмашинка, водичка. Ну, то есть, ничего нового для этого покупать не надо. Зато посмотрите, вы увидите, какой эффект получается совершенно без трудозатрат. Намочили кусочек шелка водой. У меня, кстати, шелк плотности, наверное, эксельсиора, да? Или, ну, даже панжи пятерочки. То есть, он не совсем тонкий, это неразреженный газ. Можете брать и газ, допустим, маргелланский. Это, ну, как бы ваше дело, что вы уже выберете. И вот я слегка смачиваю пряжу водой. Можно не смачивать, ну, когда она смочена. И начинаю раскладывать. Смотрите, я раскладываю ее простой спиралькой. Важно, чтобы пряжа была чисто шерстяная. Если она синтетическая, просто понадобится больше усилий, и она может не пребаляться. С шерстяной проблем не будет. И кудряшки. Я кудряшку раскладываю прямо вот в эту же спиральку, вписываю, да? Которую я закручиваю с пряжи. И раскладываю между рядами. Ну, смотрите, если слишком часто положить кудряшки, каждый ряд, да? То они закроют эту шерстяную ниточку. У меня ровница, да? В данном случае у меня ровница в экохобби. Я покупала филцит. Это может быть любая другая ровница. Но просто в экохобби она хорошая по цене и хорошая по качеству. И вот я раскладываю вот так вот рядами. Когда пряжа секционно окрашенная, ровница эта же секционно окрашенная, она дает красивые интересные эффекты, да? Без каких-либо трудозатрат. Вот я ее раскладываю по кругу, спиралькой. Вообще ничего хитрого, ничего сложного. Ну, и добавляю. Можно вот там была намоченная, да, пряжа сначала в водичке, да, влажная. А дальше я уже даже и сухую закручиваю. Просто она будет давать несколько иной рельеф, когда сухая. То есть будет как бы большими зигзагами такими. Попробуйте так и так, как вам больше понравится. Причем это могут быть детали, это можно целое полотно такое большое выложить такими кругами. Очень хороший прием, очень удобный. Особенно, когда это отдекорировано флисом. Тут получается, как бы, вы добавляете индивидуальности, да. В этот простой и всем давно известный прием вы можете добавить какие-то свои индивидуальные моменты. Ну, естественно, от цветов пляжи, от цветов кудряшек будет зависеть то, каким получится вид полотна войлочного в итоге. Ну, вот я раскручиваю на этом квадратике. Я не расчерчивала круг, да. То есть спиралька, ну, у меня глазомер нормальный. Я думаю, что у большинства из вас тоже. То есть ничего чертить дополнительно не надо. То есть если вы возьмете кусочек шелка в 4 раза больше просто, да, и в 4 углах вы разложите вот 4 такие, у вас сразу получится в итоге набор из 4 подставок. Или из 6, если вы разложите 6, каким-то образом себе там разметите этот шелк квадратами. Всё, разложила сеточку москитную обычную. Ну, вот я оливковым мылом работаю, можно хозяйственным. Мне тут просто это мыло доступнее. Вот. И намыливаю как следует, промыливаю. То есть шерсть и шелк всё должно промокнуть, пропитаться мылом. Я притираю рукой. Можно вообще притирать такие соединения шерсти и шелка только руками, без шлифмашинки. Но в данном случае я экономлю время. Беру шлифмашинку, ставлю её на счёт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Переставляю с места на место. Это прохожу сначала вот по первому разу, да, представила. Потом выглаживаю по поверхности, по кругу, по часовой стрелке или против часовой стрелки, как вам больше нравится. То есть я добиваюсь сцепления ровницы с шелком основы. Соответственно, и сцепление флисинок, вот этих кудряшек с шелком основы. Никаких тут фейверков, ничего такого особенного. Раскладка пряжи в войлоке и цветных полосочек шерсти, шерстяного топса гребенной ленты. Это всё старого, как мир. Никто из нас тут нового ничего не придумал. Единственное, что со временем как бы мастера дорабатывают этот старый способ, ну, своими какими-то индивидуальными приёмами. Вот я вам хочу показать, как я доработала это, применяя в этой раскладке, добавляя флис. Я повернула на обратную сторону. По изнаночной стороне я тоже шлифую, это шлифмашинкой притираю. Можете всё то же самое делать без шлифмашинки. Руками, но через сетку хорошенечко-хорошенечко притираем. В итоге, вот уже ничего нигде не отваливается. Я лишнюю влагу убираю с поверхности. Чтобы ничего лишнего тут, можно в полотенце чуть-чуть отжать этот кусочек раскладки, да, слегка подваленный. И дальше я вот маленькое, это образец маленький, да, я его вот так вот катаю в руках, уваливаю мячиком таким. Если это большой какой-то объект вы раскладываете, ну, соответственно, можно и в рулоне покатать. Не повредит, не помешает. А так, в принципе, вот для образца или для наборчика таких подставок достаточно помять руками, помять как тесто, покидать. Покидали раз 50-60, развернули, посмотрели, краешки поправили. Ещё покидали, потёрли. То есть, вот это будут чередующиеся такие вот этапы. Да, они очень простые, кидать сильно не надо, это так вот подкидываем, пошлёпываем на столе и кидаем, собственно, до готовности, кидаем и трем в руках. Так, краешки я поправляю, потом на определённом этапе, сейчас я вам покажу, как я их подрезаю, что в итоге получается, чтобы край закрепить. Посмотрела, проверила, опять продолжаю все те же самые процедуры. То есть, вот в этом мини-мастер-классе ничего не вырезано, всё как есть, ну, только немножечко вот скорость увеличили, чтобы нам эфирное время немного сэкономить. Всё, вот эти вот лёгкие движения, они совершенно вас не утомят. Вообще, я считаю, что это прекрасный сувенир для того, чтобы сделать приятный подарочек друзьям. Там дома у себя это можно использовать прекрасно, потому что даже несколько образцов в разных цветах, они всё равно будут объединены общей идеей, да, дизайнерской такой. Это тоже можно использовать, ну, вот на всякие там ярмарки, да, вот Крисмос, Рождество, когда будет Новый год, очень хорошо такие штучки делать, наборчики. Они будут недорогие, но это вот стопроцентно будет продаваться, покупаться. То есть, такое вот подспорье в работе, потёрли руками, да, то есть, добиваемся дополнительного уваливания, дополнительного сцепления ниточек и шёлка. Но при чисто шерстяной ровнице это всё происходит буквально на автопилоте, очень легко и быстро. То есть, вот то, что я могу про болгарскую ровницу сказать, она работает на 200%. Всё, вот потёрла, я уже практически-практически доваляла до нужной плотности, да. Теперь я расправляю уголки, всё-таки я хочу получить кружочек, а не квадратик. Я расправляю уголки, все, да, беру очень-очень острые ножницы, я уже не раз говорила, что это один из самых необходимых войлочникам инструментов. Нам нужны острые ножницы. И подрезаю, убираю всё лишнее, убираю вот эти уголки. Ну, как всегда, огрызочки, клочки шёлка. Их можно оставить на какой-то там небольшой проект ещё войлочный. У меня из войлока ничего не выкидывается из работы, я всё когда-то применяю. Всё, убираем уголки, смотрим, всё уже сцепилось, свалялось хорошо. И я ещё чуть-чуть поваляю, просто чтобы вот эти вот шёлковые краешки, они тоже к ниткам этим, к пряже подвалялись по краям, чтобы ничего потом в итоге не торчало. Вот я увидела несрезанный кусочек, да, тоже его подбираю, выравниваю, придаю круглую форму. В общем-то, остаётся после этого выполоскать, отжать в полотенце. Можно прогладить утюгом, можно не гладить, в зависимости от того, какой войлок вам нравится. Ну и, по сути дела, вот оно всё готово. Да, форму вот эту круглую вы выравниваете руками. Вот у меня то, что было свалено заранее, вот получившийся новый кусочек. Очень удобные штучки, у меня они приживутся дома, я знаю, мне они очень нравятся. Они симпатичные, они выглядят очень свежо, при этом они лёгкие. Я знаю, что я их всегда могу постирать, что немаловажно. Вот кофе, допустим, пролился, да? Но при этом они берегут вашу мебель, ваш стол, они хороши для кружек. Вот мы не очень любим чашки с блюдцами, просто так, да, чай пьём большими чашками. Любим кружки. Под кружку удобная вот такая вот подставочка. Замечательно, удобно, просто, легко, хорошо и новая фактурка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok